Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, не знаю. Знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я ей не принадлежал и не чувствовал над собой ее власть. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не выказываю поползновений от нее удрать. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте мне. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастья. Во-первых, моя она, не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она меня разоряет, как французская колокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем. Карьерой, славой и комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все, все пожирает она, ненасытная. Я ненавижу ее и презираю. Давно бы пора развестись с ней. Но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли. Ее зовут Лень. Продолжение следует...